Памятка для избирателя, бюллетень, заявление, одноразовая салфетка, одноразовая ручка, пара одноразовых перчаток и одноразовая маска. Такой набор на избирательных участках собирают для тех, кто проявил желание проголосовать, не переходя порог своего дома. Специальные заявки на участок 2290 сегодня подали двое жителей Гальянки. Члены комиссии перед выходом обязательно проходят инструктаж и, можно сказать, отрабатывают необходимые действия. Когда вы подходите к двери избирателя, вы обрабатываете звонок, нажимаете звонок и также обрабатываете дверь. После чего вы ставите перед дверью непосредственно переносной ящик. На него кладете пакет индивидуальный. Облачившись медицинские халаты, вооружившись масками, перчатками и дезинфицирующим средством, члены комиссии отправляются к избирателям. Людмила Александровна Котюкова сегодня утром подала заявку для домашнего голосования. В полдень уже опустила заполненный бюллетень в ящик. Я всегда ходила сама. В этот раз решила так. Ну, конечно, а как же? А как же? Это ж наше будущее, будущее детей. По адресам, кроме членов избирательной комиссии, обязательно ходит и наблюдатель. Наблюдаю за тем, чтобы проходило все правильно, по правилам, не было никаких нарушений. Ну, вот как-то так. Ну, и в конце смотрю подсчеты, то есть сколько проголосовало, как все упаковывается, убирается. Пока все хорошо? Все хорошо, на нашем участке все прекрасно. С начала голосования это уже 12-й выход участковой комиссии 2290 к избирателям на дом. В основном, говорят, заявки оставляют пожилые люди. Но был и один молодой человек, сказал, боится массового скопления людей. И тоже проголосовал через порог квартиры. А вообще же на избирательных участках все требования безопасности соблюдают. На входе специальная разметка, чтобы разограничить потоки входящих и выходящих. Дальше – линии социальной дистанции. В остальном помогают волонтеры. Наши обязанности входят проверить температуру, обработать руки у человека, предложить ему маску и перчатки, а также ручку. И направить его уже к комиссии. Если у избирателя высокая температура, до голосования его допустят. Но в отдельной комнате. Ему выдается бюллетень. Для этого у нас есть переносная шерма, для того, чтобы сохранить тайну воли и заявления избирателя. То есть мы его отгораживаем. Когда человек делает свой выбор, он опускает бюллетень непосредственно в опечатанный ящик. У нас два таких избирателя. У первого избирателя температура была 38,7, у второго 37,6. То есть все они проголосовали в этой комнате. После того, как избиратель с повышенной температурой тела уходит, мы проводим обязательную обработку помещения. В клубе «Контакт», где располагается участковая комиссия, более 2,5 тысяч избирателей. В общероссийском голосовании приняли участие более 600. Продолжение следует...